Добрый вечер! На 12-м канале новости в студии Дарья Шадрина. Главное сегодня. Ночной рандеву для коммунальщиков. Оксана Фадина проверит, как город очищают от снега. Первым делом самолеты и вертолеты. Омск – единственный город в России, где готовят пилотов винтокрылых машин. Где летают вертолеты, там всегда есть наш выпускник, в том числе и за рубежом. Покажем, как курсанты учатся летать и докажем Омск – кузница хороших кадров. Символ города – 100 тысяч за штуку. Знаменитая Любочка может уйти с молотка. Ситуация недопустимая. Имея федеральные средства, мы их не используем в полном объеме. Александр Бурков раскритиковал чиновников за недоработки. Лепешка из Неаполя, которая покорила всю планету. Международный день пиццы отмечают сегодня. Пицца, она тем и хороша, что она разносторонняя. Расскажем секреты приготовления и интересные факты о пицце. Магистрали города продолжают расчищать от снега техника. В эти минуты работают на центральных улицах Омска. В планах навести порядок также на второстепенных дорогах. Устранить последствия снегопада в кратчайшие сроки. Такую задачу перед службами города поставила сегодня на заседании штаба мэр Омска. Чтобы оперативно вывести весь снег, главы кругов и руководители ведомств обязали лично следить за процессом. Это же сегодня сделает и Оксана Фадина. Она лично проверит, как чистят город. Рейд мэр проведет на основных магистралях глубокой ночью. Добавлю, что вместе со снегопадом на город обрушилась силовина критики в социальных сетях. Магистрали и дворы до сих пор утопают в сугробах. Ежедневно в дворке заняты 342 единицы спецтехники и больше тысячи человек. Омичей тем временем вновь ждут температурные качели. Нарезкий скачок из минус 30 к нулевой отметке синоптики спрогнозировали на следующей неделе. Впрочем, по весеннему тепло будет уже в воскресенье. Пойдет снег, а столбики термометров днем покажут всего 2 градуса. А вот на этой неделе жителям региона придется померзнуть. Семскую область накрыл циклон, из-за чего серьезно похолодало. Пит морозов придется в ночь на 12 февраля. Местами термометры покажут минус 34 градуса. К другим темам. Омский аэропорт стал одним из лучших в стране. Победу воздушная гавань имени Карбышева взяла в номинации «Лучший аэропорт противостояния времени». Радостной новостью на своей странице в Инстаграме поделился губернатор. Александр Бурков отметил, что руководству Омского аэропорта удалось перестроить бизнес-процессы, минимизировать потери и сохранить коллектив в условиях пандемии. В этом помогли субсидии с федерального и регионального бюджетов. Церемония награждения победителей состоялась в Москве в рамках 8-й национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации. Кстати, сегодня день гражданской авиации, профессиональный праздник пилотов и бортпроводников, диспетчеров, техников и еще десятков воздушных и наземных служб. 9 февраля 98 лет назад в небо поднялись первые самолеты воздушного флота СССР. Омск, хоть и не авиационная столица России, этот статус официально принадлежит Ульяновску, широко известен на всю страну своими специалистами. В нашем городе единственный в стране колледж, где готовят пилотов вертолетов. Вчерашние курсанты работают в Сибири, Якутии, на Дальнем Востоке. Ребят ждут авиакомпании Европы и Африки. Никита Смирнов подробнее. Иван Квашнин закладывает крутой вираж в виртуальном небе над Омской областью. Третий курсник авиационного колледжа осваивает тренажер, имитатор кабины вертолетами-8. Парень из Улан-Удэ решил пойти по стопам отца испытателя винтокрылых машин и выучиться на пилота. В плане эргономики, чтобы научиться управлять непосредственно вертолетом, узнать, где находятся, например, приборы, тумблеры и все прочее. В плане взаимодействия между членами экипажа – это, конечно, очень хороший плюс перед полетами. Ежегодно Омский колледж гражданской авиации имени Лепедевского выпускает около ста пилотов вертолета. Вчерашние курсанты работают в Сибири, Якутии, на Дальнем Востоке. Ребят ждут авиакомпании Европы и Африки. Где летают вертолеты, там всегда есть наш выпускник, в том числе и за рубежом. Конечно, в состав экипажа для работы за границей подбираются наиболее подготовленные курсанты со знанием английского языка. На скорости почти 300 км в час пассажирский лайнер взмывает в ночное небо. Курс на столицу. Топливные баки заполнены, основные узлы проверены, салон продезинфицирован. Пассажиры не догадываются, сколько служб задействовано в предполетной подготовке одного самолета. От 20 до 40 сотрудников. Выполняем определенный комплекс работ по подготовке, который включает в себя такие работы, как приемка воздушного судна, его выпуск, обеспечение обслуживания систем, заправка воздушного судна, при необходимости обеспечение его электропитанием, подогрев, кондиционирование, уборка и дезинфекция салона. Самое сложное в управлении самолетом признаются пилоты, взлет и посадка. Конечно, помогает автоматика, но ориентироваться в воздушном пространстве все равно приходится человеку. В темноте это сделать непросто. Помогают сложные системы воздушных сигналов. Они установлены в аэропортах всего мира. И работа светотехнической службы одна из самых ответственных. Сотрудники считаются элитой наземных служб. От них, как и от диспетчеров, зависит безопасность пассажиров и экипажей. А это музейный уголок светотехнической службы Омского аэропорта. Коллекцию собирали не один десяток лет. Здесь представлены образцы сигнального оборудования различных эпох. Особо ценный экземпляр, прародитель современной иллюминации, керосиновый фонарь и летучая мышь. Именно по таким ориентировались пилоты при посадке и взлете самолетов того времени. Керосиновые фонари рассеивали темноту для самолетов 30-х годов прошлого столетия. В границах посадочной полосы их выставляли буквой Т. В СССР на электрическую подсветку перешли после Великой Отечественной. И с каждым годом иллюминация совершенствуется. Сегодня, даже если во время полета у лайнера откажет система расчета горизонта, по сигнальным огням летчики без труда посадят стального гиганта точно в тот сектор воздушной гавани, который указал диспетчер. Сейчас есть радиотехнические системы, которые заводят самолет на посадку и делают это очень даже успешно. Но есть и человеческий фактор. Когда пилот летит, он все равно доверяет именно своему зрению. И визуальный контакт, естественно, для него это самая надежная и уверенность придает для посадки. День гражданской авиации – праздник не только для пилотов. Отмечают его все службы, задействованные в отправке, ремонте и отслеживании летающей техники. Ведь каждый сотрудник, будь то снегоуборщик, диспетчер или командир лайнера, отвечает за комфортный, а главное – безопасный перелет. Никита Смирнов, Сергей Гаврилов, 12 канал. Больше 20 миллиардов рублей выделят в этом году на реализацию национальных проектов в регионе. Беспрецедентную сумму нужно освоить в полном объеме. Такую задачу поставил губернатор. По словам Александра Буркова, в 2020 нацпроекты были исполнены только на 85%. И такая ситуация недопустима. В статистику подпортили не только коронавирусные ограничения, но и недоработки ответственных, которые затянули с проведением конкурсных отборов. Мы работали по 50 региональным проектам. Сумма была предусмотрена 18 миллиардов. К сожалению, исполнение составило только 15,3 миллиарда рублей. Это 85% от планового показателя. Ситуация недопустима. Имея федеральные средства, мы их не используем в полном объеме. Наша задача, чтобы в 2021 году эта ситуация не повторилась. Мы понимаем, что те средства, которые заложены в этом году, в следующем, могут нам не достаться в регион. Если мы так будем исполнять те проекты и те программы, которые были утверждены. Напомню, в прошлом году при помощи федерации построили дорогу-дублер на Левобережье и школу мечты на 1122 места в микрорайоне Амурский-2. Кроме того, открыли новые ФАПы и второй в регионе центр амбулаторной онкологической помощи. Благоустроены почти полсотни общественно значимых территорий. Зимой и летом одним цветом теперь будут дома на улице 22 апреля. Две пятиэтажки значились в списке так называемых судебных домов. Местным жителям приходилось мерзнуть в квартирах и стыдиться облежших фасадов. Но все изменилось в лучшую сторону, когда за ремонт домов взялись специалисты Омск Электро. Ксения Пашкова расскажет. Эти два дома заметно выделяются на общем фоне. Оттеняет их яркий цвет и хмурое небо. А ведь совсем недавно без слез взглянуть на пятиэтажки не получалось, признаются жильцы. По их словам, фасады полувековых домов просто не выдерживали испытания временем и погодой. Дом старый у нас, 66-го года. Весь был облупленный, конечно, некрасивый, в жёлтых таких тёмных тонах. Цоколь был весь уже, в подвалы были ямы. Межпанельные швы тоже покидали свои привычные места. Из-за этого люди буквально замерзали в своих квартирах. Сейчас непогода и сибирский минус им не страшны. Внешним видом своего дома гордятся. По словам подрядчика, было тяжело, но в итоге справились. Был произведён ремонт фасадов, отмостки, цоколя, поменяли козырьки, загематизировали швы. Зато теперь дома радуют глаз в любую погоду. Жители очень довольны. Приглянулись им и козырьки. Они не только защищают фасад, но и привлекают внимание своей необычной формой. Такие у нас получили святые козырьки, интересные. Вот здесь можно это всё увидеть. Помимо самого интересного металла, сверху у нас козырёк покрыт материалом, который поглощает шум, не допускает разбрызгивания, брызг по фасаду. Это немаловажно, потому что дома просто забрызганные стоят после дождя. Очень грамотно, профессионально сделано примыкание, чтобы именно здесь на фасад не было протекания воды. Козырьки делали по специальному заказу конкретно для этих домов, рассказывают представители подрядчика. Каждый элемент конструкции, как и весь ход ремонта, обсуждали с жильцами. Сотрудничать с такими отзывчивыми людьми приятно, не скрывают специалисты. За такой тщательный подход к работе омичи признательны Омск, Электро и подрядчику. Даже написали благодарственное письмо и остались друзьями со всей рабочей бригадой. Ксения Пашкова, Сергей Никифоров, 12 канал. Знаменитая омская «Любочка» может уйти с молотка за 100 тысяч рублей. На сети появилось объявление о продаже скульптуры, которая по праву считается символом нашего города. Речь, конечно, не об оригинале, украшающем улицу Ленина, а о мини-копии. Рост такой модели около 30 сантиметров. И, как отмечает продавец, сделана она из того же сплава, что и настоящая. Внушительный ценник 100 тысяч рублей, по мнению владельца сувенира, оправдан. Продукция якобы заводская. Создана известным омским скульптором Сергеем Норышевым, который в 1999-м сделал оригинальную «Любочку». Вот только сам автор не знает, где торговец мог взять мини-копии. Но отметил, это уже не первый случай, когда его произведения клонируют и выставляют на продажу. Сколько сделали на заводе, я не знаю. Могли сделать и без меня. Я знаю, что литейщик, который там работал, литейщик, он пытался в обход меня продать 8 штук. И выставил их в музей в Рубеле, напротив драмтеатра. Я пришел к нему, он говорит, Лев Петрович, так, так, он говорит, да. Он мне эти 7 штук, 8 отдал, говорит, подавай сам. И извинился. Напомню, в 2017-м году мэрия Омска выиграла в суде авторские права на Любу и Степаныча. Так что в течение 70 лет использовать эти образы в коммерческих целях без разрешения администрации нельзя. И смотрите далее в выпуске. Набрали скорость. Хотя в Омске в этом году отремонтируют вдвое больше дорог. Расскажем, на какие улицы придет спецтехника. Предлагает поднять цены. Почему нельзя повысить абонентскую плату для всех жителей Российской Федерации на интернет? Омский тиктокер с березой рассказал, как, по его мнению, можно сделать интернет на селе доступнее и кто должен за это заплатить. Лепешка из Неаполя, которая покорила всю планету. Международный день пиццы отмечают сегодня. Пицца, она тем и хороша, то, что она разносторонняя. Расскажем секреты приготовления и интересные факты о пицце. Расскажем секреты. Масштабная реконструкция омских магистралей обойдется в полтора миллиарда рублей и начнется уже весной. По условиям контрактов 37 дорог должны быть отремонтированы до 15 сентября. Впрочем, в мэрии предполагают, что городских артерий, где заменят асфальт, может быть и больше. Экономию от торгов направят на ремонт дорог, которые не попали в список. Кстати, реконструкция будет комплексная с ограждениями, светофорами, остановочными павильонами. Несколько дорог оборудуют ливневой канализацией. Напомню, за последние 4 года в Омске по нацпроекту отремонтировано 170 магистралей. Это больше 300 километров. Омские общественники встали на защиту ветерана Великой Отечественной Игната Артеменко, который скандально известный блогер Алексей Навальный публично оскорбил. Предателем человек, освобождавший страну от фашистов, был объявлен в Твиттере. А все потому, что прошлым летом Артеменко поддержал принятие поправок в Конституцию. Ветерана Навальный причислил к команде продажных халуев. Когда об этом узнал фронтовик, ему пришлось вызывать скорую. Некоторые россияне возмущены и считают недопустимым такое поведение общественника. Омск не остался в стороне. Екатерина Шипилова выслушала мнение людей. Андрею Тимошенко стать героем, можно сказать, было написано на роду. И дед, и отец воевали, причем отличились особым мужеством. И отмечены почетными Георгиевскими крестами. Сам Тимошенко участвовал в вооруженных конфликтах в Чечне и Абхазии. Именно он в 95-м руководил штурмом здания Совета министров в Грозном. Тогда отряд оказался в окружении, команду уже считали погибшей. Но ту ожесточенную битву они выиграли. Своим бойцам Тимошенко всегда запрещал только одно – писать предсмертные записки. Считал, что бороться до последнего нужно за каждую жизнь. За подвиг российский офицер получил высшую награду – Героя Российской Федерации. В истории Омской области 11 героев России, 180 героев Советского Союза и 35 полных кавалеров Орденов Славы. Но порочить честь любого ветерана, пусть и не получившего медалей с особым отличием, Тимошенко считает недопустимым. Ветеран Великой Отечественной войны – это наша гордость. Очень тяжело было такое время, когда мы воевали на Великой Отечественной войне. И ценой более 20 миллионов погибших мы победили. И, конечно, любой гражданин Российской Федерации не желает слышать от таких людей, как Навальный, унижение в адресе ветерана Великой Отечественной войны, унижение ценностей исторических нашей страны. История создается не сама собой, а ее создают простые люди. В трудные наши времена они совершают героические подвиги. Алексей Мельников в Афганистан уходил с третьего курса медакадемии по собственному желанию. Студент оказался в одной из самых горячих точек – Панджарском ущелье. Именно здесь советские войска несли самые большие потери. Из-за специфики местности долина была будто неприступная крепость. И для многих солдат стала самым страшным сном на всю жизнь. Мельников чудом выжил, а 112 других омских воинов нет. Сегодня их вдовам и матерям готовы оказать любую посильную помощь в региональном отделении Союза ветеранов. Не позволят здесь и оскорблять чувства любых других бойцов, защищавших страну. Я точно так же, как этот ветеран, голосовал за поправки. Я не считаю себя, извините, идиотом, быдлом, как угодно, как они смотрят. Это мое взвешенное, абсолютное решение. Мне больше всего интересно в данном случае, почему люди, претендующие на плюрализм мнения, в конце концов, этим мнением абсолютно не дорожат. Вот такая моя позиция, пожалуйста, примите ее. Такая его позиция, пожалуйста, примите ее. Почему вы считаете, что люди, думающие с вами не одинаково, являются там тупыми или бездарными, или еще какими-то... Я вообще считаю, что это прям стопроцентное проявление деградации. В защиту Игната Артеменко выступает и опытный поисковик Галина Кудря. Уже больше 20 лет она возвращает солдат в родные семьи. Участвует в поисковых операциях по всей России, там, где в годы Великой Отечественной шли сражения. Находит и передает родственникам личные вещи бойцов, письма, помогает восстанавливать буквально по крупицам героический путь, который проходили фронтовики. Больше всего в конфликте скандального политика Алексея Навального против ветерана Игната Артеменко Галину Кудря возмущает то, что заслуги 94-летнего героя поставлены под сомнение. Якобы мужчина, цитата, «отсиделся в тылу». И такие выводы сторонники блогера сделали лишь потому, что не нашли данных о наградах фронтовика. Между тем, журналистам федеральных изданий удалось найти документальные доказательства и восстановить боевую карьеру Артеменко. Воевать он ушел еще, по сути, мальчишкой. В 15 лет уже стал партизаном. Не раз попадал под вражеские обстрелы, был тяжело ранен. Награды с особым отличием не получил, но разве это делает его вклад в общую победу незначительным? Мой двоюродный дед Дмитрий Кудря, он погиб под Смоленском. Ему было только 18 лет, 42-й. Он просто не успел. И разве можно сказать, что он не герой? Второй дед не вернулся с разведки под Ленинградом. Я даже не знаю, какая по счету была эта разведка, но у него тоже, по данным Министерства обороны, тоже нет наград. Разве они не герои? Победа пришла, потому что каждый из них внес свой вклад. За клевету в адрес ветерана Великой Отечественной Навальному грозит крупный штраф. До одного миллиона рублей обязательные работы и даже лишение свободы на два года. И российский закон, говорят эксперты, еще можно считать мягким. В Италии за такое преступление отправляют в тюрьму на три года, в Германии на пять, а в некоторых штатах США на все 10 лет. Но Артеменко и его родственники не требуют для блогера сурового наказания, просят извиниться. Однако подсудимый, напротив, только продолжает оскорблять. Но уже не со страниц соцсетей, а прямо в зале суда. Куда, к слову, помимо непосредственных участников процесса, приходят представители посольства Франции и дипмиссии Великобритании. Ни один, ни другой дипломат не могут пояснить репортерам причины своих визитов. Ну а проблемы с уважением памяти героев замечены не только у Навального, но и у его сторонников. В мае они загрузили на сайт бессмертного полка фотографии нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Впрочем, не все последователи скандального политика, как видно, разделяют его взгляды по поводу оскорбления фронтовиков. Возможно, поэтому они не пришли поддержать своего лидера на последнем заседании. Точка в этом деле должна быть поставлена в пятницу 12 февраля. Екатерина Шипилова, Павел Манжос, 12 канал. Региональные предприятия оборонки помогут в цифровизации населенных пунктов Омской области разработать решения. По обеспечению устойчивости этого связи предложили сегодня компаниям на заседании общественного совета. Это позволит не только снизить затраты на оборудование, но и расширить список так называемой мирной продукции оборонных предприятий. Эксперты отмечают мобильную связь. В регионе сейчас охвачены 99,2% всех населенных пунктов. Жители могут дозвонить и пользоваться интернетом. Эти услуги должны быть доступны еще в 54 поселках, где связи нет вообще. Рассматривают как строительство новых вышек, так и установку усилителей сигнала. Мы в первую очередь пытаемся найти язык общий с нашими операторами сотовой связи, которые работают на территории Омской области, и привлекать их к совместному, именно к реализации проекта комплексной программы развития сотовой связи в малых населенных пунктах. Чтобы какую-то долю софинансирования брал и оператор на себя, может быть, хороший сельхозтоваропроизводитель, муниципальное образование, и также субъект и Омской области, и возможно мы сейчас и прорабатываем вот эту комплексную программу. Если такой опыт будет удачным, Омский пилотный проект смогут взять на вооружение другие регионы, считают эксперты. Впрочем, прозвучали на заседании и другие варианты решения проблемы цифрового неравенства. Так, тиктокер Алексей Дудоладов, которого, напомню, включили в Совет при Министерстве промышленности и связи региона, предложил операторам пересмотреть тариф. Почему нельзя повысить абонентскую плату для всех жителей Российской Федерации на интернет, для того, чтобы в отдаленных населенных пунктах появилась хорошая связь, а потом обратно сделать ниже. Это, ну ведь, реально нам такое сделать? Вот. И, получается, мы убьем как двух зайцев и операторам будет выгодно, и закроем населенные пункты, а потом уже вернем прежнюю стоимость. Возьмут ли провайдеры на заметку идиомского колхозника, так себя Алексея представляет в соцсетях, пока неизвестно. О войне и женском героизме по мотивам легендарного спектакля в Омской драме презентовали новый фильм автора и ведущей 12-го канала Светланы Веретенниковой «Образ времени». В основу улегла переписка актеров спектакля Геннадия Тростенецкого «У войны не женское лицо» с реальными героинями одноименной повести Светланы Алексеевич. Кстати, дата показа ленты совпала с 75-й годовщиной заседания международного трибунала в Нюрнберге на одного из самых громких судебных процессов в истории человечества. Именно тогда впервые прозвучало слово «геноцид». В закрытом показе «Образа времени» побывала Екатерина Булучевская. Иван Квашнин закладывает крутой вираж в виртуальном небе над Омской областью. Третьекурсник авиационного колледжа осваивает тренажер, имитатор кабины вертолета Ми-8. Парень из Улан-Удэ решил пойти по стопам отца-испытателя винтокрылых машин и выучиться на пилота. В плане эргономики, чтобы научиться управлять непосредственно вертолетом, знать, где находятся, например, приборы, тумблеры и все прочее, в плане взаимодействия между членами экипажа. Это, конечно, очень хороший плюс перед полетами. Ежегодно Омский колледж гражданской авиации имени Лепедевского выпускает около ста пилотов вертолета. Вчерашние курсанты работают в Сибири, Якутии, на Дальнем Востоке. Ребят ждут авиакомпании Европы и Африки. Где летают вертолеты, там всегда есть наш выпускник, в том числе и за рубежом. Конечно, в состав экипажа для работы за границей подбираются наиболее подготовленные курсанты со знанием английского языка. На скорости почти 300 км в час пассажирский лайнер взмывает в ночное небо. Курс на столицу. Топливные баки заполнены, основные узлы проверены, салон продезинфицирован. Пассажиры не догадываются, сколько служб задействовано в предполетной подготовке одного самолета. От 20 до 40 сотрудников. Выполняем определенный комплекс работ по подготовке, который включает в себя такие работы, как приемка воздушного судна, его выпуск, обеспечение обслуживания систем, заправка воздушного судна, при необходимости обеспечения его электропитанием, подогрев, кондиционирование, уборка и дезинфекция салона. Самое сложное в управлении самолетом признаются пилоты, взлет и посадка. Конечно, помогает автоматика, но ориентироваться в воздушном пространстве все равно приходится человеку. В темноте это сделать непросто. Помогают сложные системы воздушных сигналов. Они установлены в аэропортах всего мира. И работа светотехнической службы одна из самых ответственных. Сотрудники считаются элитой наземных служб. От них, как и от диспетчеров, зависит безопасность пассажиров и экипажей. А это музейный уголок светотехнической службы Омского аэропорта. Коллекцию собирали не один десяток лет. Здесь представлены образцы сигнального оборудования различных эпох. Особо ценный экземпляр, прародитель современной иллюминации, керосиновый фонарь летучая мышь. Именно по таким ориентировались пилоты при посадке и взлете самолетов того времени. Керосиновые фонари рассеивали темноту для самолетов 30-х годов прошлого столетия. В границах посадочной полосы их выставляли буквой «Т». В СССР на электрическую подсветку перешли после Великой Отечественной. И с каждым годом иллюминация совершенствуется. Сегодня, даже если во время полета, у лайнера откажет система расчета горизонта, по сигнальным огням летчики без труда посадят стального гиганта точно в тот сектор воздушной гавани, который указал диспетчер. Сейчас есть радиотехнические системы, которые заводят самолет на посадку и делают это очень даже успешно. Но есть и человеческий фактор. Когда пилот летит, он все равно доверяет именно своему зрению. И визуальный контакт, естественно, для него это самая надежная и уверенность придает для посадки. День гражданской авиации – праздник не только для пилотов. Отмечают его все службы, задействованные в отправке, ремонте и отслеживании летающей техники. Ведь каждый сотрудник, будь то снегоуборщик, диспетчер или командир лайнера, отвечает за комфортный, а главное – безопасный перелет. Никита Смирнов, Сергей Гаврилов, 12 канал. Омский «Авангард» сегодня проведет последний матч перед паузой на шведский этап Евротура. Ястребы сыграют с аутсайдером чемпионата – рижским «Динамо», которое давно потеряло шансы на попадание в плей-офф. Прямо сейчас у режима семиматчевая безвыигрышная серия, однако последние пять туров они проиграли с разницей всего в одну шайбу. А в числе соперников были фавориты – ЦСКА и Салават. Так что легкой прогулкой встреча станет едва ли. К тому же у «Авангарда» есть проблемы с составом. Подробнее об этом расскажет хоккейный обозреватель 12 канала Андрей Блохин. Знаменитая строчка. Отряд не заметил потери бойца. Она, к сожалению, не про сегодняшний матч. Сегодня мы заметим потерю хоккейного бойца. Илья Ковальчук сегодня не играет. У него травма. Он выбыл на неделю. И Ковальчук пока в тех матчах, которые он сыграл за «Авангард», набирает пачку за матч. Это здорово. Сегодня его не будет. Кто его заменит? Одна замена – это Комаров, но, как говорится, песок – плохая замена овсу. Ковальчук – это снайпер, а Комаров – это силовик. Но и без Ковальчука мы обязаны обыгрывать сегодня «Динамо» в Сафриге, потому что идет борьба за первое место в дивизионе. Если мы его утратим под натиском Салаватова и Лаева, то можем упасть не только на третье, даже на четвертое место. А этого не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы были повыше и чтобы могли выбирать себе более комфортного соперника. Напомню, в конце января «Авангард» уже играл с рижанами в гостях и одержал трудную победу со счетом 2-1. А как сложится игра сегодня, покажем в прямом эфире. Прямая трансляция на 12-м канале начнется в 21.45 по омскому времени. Сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики ООО «Продтехнологии». Маргарита Гавайская Кольцоная. Сегодня Международный день пиццы. Ее родиной считается Италия. Но больше всех в Европе лепешек с томатом и сыром съедают французы. Интересно, что до сих пор не существует единого стандарта размера пиццы. А недавно даже был создан парфюм с ароматом итальянского блюда. Никита Гайдаш собрал самые интересные факты о пицце, а также прогулялся по омским пиццериям и узнал секреты приготовления. Искусством приготовления пиццы Сергей владеет уже полтора года. А ведь в начале кулинарного пути около месяца учился только раскатывать тесто без скалки. Сейчас он жонглирует заготовками, словно опытный итальянский пицце-йова. «Придали чуть форму. Дальше можно растягивать двумя способами. Либо кидать с руки на руку, чтобы растянуть ее на скрин до нужного размера. Так вот раз ее растянули. Либо можно так же, а потом чуть-чуть поподкидывать ее». В этом цехе уже несколько лет соседствуют японские и итальянские блюда. Изначально работали только по рецептам азиатской кухни. Но из-за огромной популярности пиццы среди клиентов ассортимент расширили. И не прогадали. Любителей маргариты и пепперони в Омске оказалось не меньше, чем тех, кто предпочитает суши и воки. «Мониторится весь рынок, что люди любят, что с какими ингредиентами, что заказывают больше всего, что меньше всего. Смотрим уже по продажам, по тому, как заказывают, что заказывают. И уже непосредственно из этого делаем какие-то выводы и выборы ингредиентов. Пицца, она тем и хороша, что она разносторонняя, ее можно делать какую угодно. Разные виды пиццы, разное тесто, разные начинки, все разное». Мировая популярность итальянского блюда помогает поварам проявлять свою фантазию. Так в меню некоторых ресторанов можно увидеть пиццу по-чикагски, которая больше напоминает пирог. В России популярна пицца-чебурек. Лучшие традиции европейской и азиатской культуры вобрала в себя суши-пицца. Основные ингредиенты – рис и сыр. В Японии сегодня можно полакомиться пиццей из уличного автомата. Блюдо без участия повара готовится буквально на глазах за три минуты. Иначе, как искусством, профессию пиццейола не назовешь. Подтверждение тому многочисленные фестивали кулинарного мастерства, которые собирают тысячи зрителей по всему миру, и где процесс готовки больше напоминает завораживающее шоу. Впрочем, главное в пицце – это вкус, знакомый, пожалуй, каждому на планете. И сегодняшний праздник – отличный повод в очередной раз им насладиться. Никита Гайдаш, Андрей Кузьмин, 12 канал. Царь подчивать желает! Ушки свиные верченые, хвосты телячьи отварные. Холодушка! Холодушка банкетная очень уж приметная. Холодушка банкетная. Примиальные холодцы и заливное из натурального мяса. Очень уж приметная. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях. Вконтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12 канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Укрепят иммунитет и порадуют разнообразием вкусов. Лучшие пчеловоды страны привезли в Омск на ярмарку меда новые отборные сорта. Десятки видов полезного продукта с Алтая, Башкирии и Дальнего Востока можно приобрести сразу на трех площадках. Для всех покупателей действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Подробности далее. В Омск десятки видов вкусного и полезного лакомства привезли пчеловоды со всей страны. Среди такого разнообразия каждый сможет найти продукт для себя. Кроме классических сортов, липовый, цветочный и разнотравья, на ярмарке широкий ассортимент целебного меда с добавлением пчелопродуктов. Сейчас в период вирусных заболеваний и простудных порекомендовала бы уникальный наш пчелопродукт. Это пергаз с узковой молей и прополисом. Он повышает иммунитет, придает бодрости и сил. Тут полный комплекс витамин, витамины, поливитамины, аминокислоты, которые полностью усваиваются организмом. Помимо большого выбора и выгодных цен, покупателей ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство по своему вкусу амичи смогут сразу на трех площадках. Выставка продажа меда проводится с 9 по 12 февраля. В экспоцентре, остановка «Континент», торговом доме «Корона» на улице Богдана Хмельницкого, остановка ДК имени Баранова, а также в ДК имени Малунцева по адресу проспект Мира, 58. Денис Онос, Никита Гайдаш, 12 канал. И о погоде спонсор прогноза и посевкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Завтра, 10 февраля, в Омске, в районах Облачно, без осадков. В городе ночью минус 26, минус 28. Днем до минус 23. В районах области ночью температура воздуха составит 24,30 градусов ниже 0. Днем будет 24,27 со знаком минус. Ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Если хочешь летом богатый урожай, ты зимой теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. При покупке теплицы сейчас хранение до установки бесплатно. Получи скидку на монтаж или теплицу. И парник в подарок. Пенсионерам скидки. Площадь у хит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23. Таковы новости этого вторника. Я благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера.